Проблему обращения с бытовыми отходами обсудили депутаты окружного собрания вместе с главами муниципальных образований Ненецкого округа. С этого года страна перешла на новую систему обращения с бытовыми отходами. Регионы получили право назначать компании-операторы, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизацией твердых коммунальных отходов – от мусорного бака до специального полигона. Справится ли с поставленной задачей Ненецкий округ, расскажет Ольга Русул. В полном объеме на такие принципы работы перешли 60 из 85 субъектов федерации. Еще в 11 операторы есть, но пока действуют не по всей территории. Регионам овых число вошел Ненецкий округ, где в прошлом году не успели провести открытый конкурс для отбора компании-оператора. Разрешили ее назначить, но с обязательным условием провести конкурс уже в 2019 году. Региональный оператор в любом случае у нас появится. Понятно, что он с 1 января 2019 года не появился, но федеральное законодательство обязывает с 1 января 2020 года. В любом случае, чтобы он появился, был и может быть один на селе, другой в городе, но в каком-либо виде он будет. То есть понятно, что полномочия уже в дальнейшем по транспортировке, по транспортированию, по размещению, по утилизации, это будет лежать уже на региональном операторе. Несмотря на то, что время на организацию процесса централизованной утилизации мусора в регионах еще есть, прокуратура регулярно выносит муниципальным образованием округа предписание о грубых нарушениях экологического характера. Суды налагают штрафы. Буквально вот утром было заседание судебное, где рассматривалось дело в отношении мест накопления по Оксино, такое же у нас по Хангурию, по Каменке 17 и 22 числа. И выйдя заседание, да, вот как-то даже руки опускаются, просто не представляешь, как это можно будет сделать, потому что территория объемная, как это все собрать, куда это вывезти. Отсутствие транспортной инфраструктуры между населенными пунктами – один из самых крупных камней преткновения в вопросе утилизации бытовых отходов в муниципалитетах. Если, к примеру, с поселка Красное мусор можно вывезти на машине, то как быть таким селом, как Неси и Усть-Кара? Ведь утилизация отходов должна производиться строго в соответствии с законом. Мы не имеем лицензии, то, что уже говорил Александр Павлович. А лицензии имеет только одно предприятие, о котором сегодня упоминалось, и упоминется еще, наверное, Северожилком сервис. Единственное предприятие, которое имеет лицензию. А кроме того, вот сейчас вот было сказано здесь о том, что закон позволяет, если не выбран региональный оператор, возложить эти обязательства и договориться с Северожилком сервисом. Впрочем, проблема не только в отсутствии инфраструктуры, но и финансовая составляющая играет роль. Оборудование специальных мест в муниципалитетах для обращения с отходами – это еще и большие денежные затраты. Ведь на сегодняшний день ни в одном поселении нет законного места для складирования и утилизации мусора. В проекте выделить в округе двух региональных операторов. Один из них будет обслуживать город, другой – населенные пункты. Ситуация, на самом деле, действительно печальная. Мы, несмотря на то, что нам, как мы уже сказали, что-то будет комфортно, мы прекрасно понимаем ком, проблем, который свалится, и не свалится, а уже свалился. И совершенно очевидно, что в любом случае вообще формировать всю инфраструктуру, всю культуру мусора, оборота на территории округа в любом случае нам придется. И если мы не захотим это делать сами, нам коллеги из прокуратуры помогут. В частности, предлагается исключить из полномочий сельских поселений участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых муниципальных отходов и передать их на исполнение Заполярному району. Напомним, что до 1 января 2023 года по закону все временные полигоны должны быть закрыты, а свалки расчищены и рекультивированы. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.